Анатолий Дмитриевич, рада Вас видеть, во-первых, что выделили нам время. Вы, насколько я знаю, у Вас очень большой опыт работы в дипломатии, но Вы только недавно были назначены в основном в Израиле. Расскажите, как Вы успели освоиться, во-первых? Спасибо большое за приглашение и за внимание к нашему совещанию, которое сейчас проходит в Москве, и к государству Израиль, к российско-израильским отношениям. Тема очень интересная и, я думаю, интересует многих наших граждан. Да, действительно, некоторые опыта работы дипломатической у меня имеются. Это Ангола, это Босния-Герцеговина, это наше представительство в Нью-Йорке. И работа в качестве посла Российской Федерации в Израиле, я думаю, что она востребует все мои предыдущие навыки, которые, надеюсь, были приобретены. Но мое личное намерение все вот эти навыки воплотить в жизнь на благо наших российско-израильских отношений. Вошли, конечно, еще вопрос, как я вошел, вхожу пока еще. Буквально недавно вручил воверительную грамоту президента государства Израиля господину Риблину. Установил первые контакты в дипкорпусе, с министерством у нас, с другими ведомствами. Первое впечатление хорошее. В том смысле, что работать приходится в окружении благоприятным. А нет проблемы в восстановлении контактов, получении согласия на встречи, в откровенном и конкретном обсуждении вопросов, которые нас волнуют, Российскую Федерацию и официальных представителей государства Израиля. Ну и, разумеется, с первых дней почувствовал российское, русскоязычное присутствие в государстве Израиля, что тоже дает надежду на некоторые, так сказать, позитивные результаты в сотрудничестве со всеми нашими бывшими и нынешними гражданами. А как в Израиле отреагировали на совсем недавние переговоры, во-первых, Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите в Хельсинки и предложение Владимира Владимировича разрешить ситуацию с голландскими высотами? Израиль – демократическое государство, в котором приветствуется плюрализм мнений. И разные мнения можно найти в высказываниях и официальных лиц, членов парламента, журналистского, экспертного сообщества. Но за всеми этими комментариями, которые были гадания, так сказать, на кофейной гуще, а что будет, если так, а что будет, если по-другому. Но главное просматривается для меня, как это я понял, что есть осознание определенной и значимой роли Российской Федерации в ближневосточных делах, и эта роль воспринимается, на мой взгляд, объективно. Они понимают, что, встречаясь с премьером-министром Нетаньяху или с лидером палестинским господином Аббасом, мы не строим козни, мы не плетем заговоры, мы откровенно высказываем свою позицию, имея в виду сближение интересов и позиций сторон, которые должны участвовать в ближневосточном регулировании. То есть в Израиле хорошо оценили, да? Хорошо восприняли? Это моя оценка, мое впечатление. Да, недавний вот визит Нетаньяху как раз и Аббаса. Визиты состоялись немножко, так сказать, разнесенными по времени, были приурочены к посещению обоими лидерами известного спортивного мероприятия, и, разумеется, было, как говорят, грех было не использовать присутствие обоих в Москве для того, чтобы еще раз проговорить те вопросы, которые у нас находятся на повестке дня. А на повестке дня у нас известный вопрос – это обеспечение безопасности, обеспечение интересов государства Израиля, законных интересов, и, разумеется, обеспечение чаяния палестинского народа на создание независимого государства. Ну вот вы в качестве посла, какой для себя ставите цель такая, так скажем, это улучшение товарооборота, это какие-то налаживания экономических, сказать, гуманитарных, ну вот что вы для себя ставите как приоритет? Вы практически все сказали, потому что, разумеется, главная задача посла, любого посла Российской Федерации в любой стране – это содействие, ну, во-первых, защита наших интересов национальных, которые сформулированы в нашем руководстве, ну и отвечает этим национальным интересам продвижение по всем направлениям двустороннего сотрудничества. У нас торговый оборот, торгово-экономический, не очень большой, как я считаю. 2,5 миллиарда долларов – это, разумеется, не предел для того, чтобы нам развивать по всем направлениям. Израиль интересный и перспективный партнер в этом смысле. Это и государство, обладающее высокими технологиями. Когда говорят «высокие технологии», сразу думают о гаджетах, да? Но высокие технологии в Израиле во многих областях, включая, например, сельское хозяйство, развитие молочной промышленности. И сейчас у нас продвигается очень хороший, интересный проект по развитию вот этого взаимодействия в целом в ряде регионов Российской Федерации. Разумеется, это культурно-гуманитарные связи, которые беспрецедентно широко развиваются в последние 3-4, да и до этого были довольно тесными. И здесь такой хороший перевес в сторону Российской Федерации. Гораздо больше наших коллективов и творческих людей, и различных мероприятий бывает и проводятся в государстве Израиля. Израильская сторона отвечает нам взаимностью, тоже присылает и приезжают деятели культуры. Это такой живой мост, который требует поддержки и всяческого развития. И, разумеется, у нас есть перспективы в области образования, сотрудничества. Не так много студентов, к сожалению, приезжает из Израиля. В прошлом году это было 47 человек, до этого 37. Мы бы хотели, чтобы... Счет на десятки. Ну, это имеется в виду за счет средств бюджета Российской Федерации. Это бесплатное обучение. На самом деле, это их больше. Но мы бы хотели, чтобы их еще было больше, чтобы интерес, который имеется в Израиле, он подкреплялся к полученным у нас образованием в Российской Федерации. С тем, чтобы эти люди, потом вернувшись себе домой, содействовали нашему, в общем, развитию наших отношений. Вот интересно, а как чемпионат мира восприняли в Израиле? Чемпионат мира... Все смотрели, все переживали. Я вам прямо скажу, клещами из кого-то вытаскивать позитивные оценки не приходилось. Они шли сами собой. Разумеется, в прессе Израиля были отдельные критические замечания. А что, что им... Оценку я не буду давать. Ну, каким-то некоторым мелким шероховатостям регуляционного плана. Кому-то там не так отнеслись. Какая-то делегация позволила антиизраильские какие-то там высказывания и проявления. Но они были незначительными и абсолютно быстро, так сказать, испарились. Испарились, испарились. Главное впечатление другое. То, что Российская Федерация показала свою заинтересованность в содействии развитию международного спортивного движения. А главное, а может быть не главное, что тоже важно, тем не менее, показала свои возможности в организации действительно праздника для любителей футбола и спорта в нашей стране, в соседних странах, во всем мире. 10 тысяч израильтян были в Москве в этот период времени, что немало, с учетом того, что израильская команда не была представлена на соревнованиях. Мы в Тель-Авиве проводили мероприятия, просмотры в нашем культурном центре. Отклик был хороший, интерес огромный. Это здорово, правда, потому что я тоже успела пообщаться с болельщиками из Израиля. Я тоже была удивлена, когда увидела их, что их команда не представлена, они все равно приехали. Но, да, действительно, это говорит о том, что интерес, видимо, есть независимо от того, была твоя страна вообще, участвовала ли она в этом чемпионате мира или нет. В нашем российском культурном центре мы задумывали показ полуфинала, имея, конечно, в виду и будучи уверенными в победе и в прохождении нашей команды до этого уровня. Этого не произошло, к сожалению, хотя наши спортивные на себя шансы были. Шанс был, но тем не менее мы все равно организовали просмотр матча, поскольку это все равно интересно, все равно это футбол, все равно это хорошие дружеские отношения между странами. Скажите, а вот как в Израиле сейчас складывается ситуация вокруг переноса американского посольства? Вакуум, который, к сожалению, имеет место в мирном процессе по урегулированию израильско-палестинских вопросов, он не остался незаполненным. Руководство Соединенных Штатов приняло известно решение о признании всего города Иерусалима столицей государства Израиль и о переносе посольства своей страны в Иерусалим. Многие страны, включая Российскую Федерацию, высказали сразу же свою беспокойность таким решением, потому что понятно было с самого начала, что это вряд ли будет способствовать снижению напряженности палестино-израильских отношений. И более того, может вызвать протесты, опасное нагнетание обстановки, что и произошло. К сожалению, с 30 марта в секторе газа развиваются так называемые, так его называют участники движения под названием «Марш возвращения». К сожалению, там погибли люди, и не одна сотня уже за 100 давно, за 130 уже перевалило число погибших в результате создавшейся напряженной ситуации. И американские наши коллеги, видимо, убеждены в своей правоте, в том, что они делают. Время покажет, насколько обоснованы это были убеждения. Вот я недавно разговаривал с одним очень хорошим классным, как говорят, специалистом по Ближнему Востоку, больше наш коллега в очень высоком ранге. И он такой термин употребил. Ближневосточное урегулирование – это теорема, которую нужно доказывать еще. Хотя все эти условия вроде бы присутствуют, но когда на ходу меняются еще и условия, это наверняка 100% усложняет дальнейшие шаги. Российская Федерация, мы уже это неоднократно говорили, остается на столе наше предложение об организации двусторонней встречи на высшем уровне между премьер-министром Нитани Аху и президентом Аббасом. Мы готовы быть участником такой трехсторонней возможной встречи и всячески этому содействовать. И содействовать созданию условий для проведения такой встречи. Мы не просто предложение такое высказали, а наши контакты многочисленные, регулярные, как с руководством государства Израиль, так и с руководством Палестины, направленные именно на создание таких благоприятных условий. Сирийский вопрос еще тоже один из ключевых в повестке, да, израильской, так скажем. Вот что здесь вы делаете, с кем обсуждаете вообще урегулирование этого кризиса? Вы совершенно правы, и тут это очевидно. Сирийский вопрос находится в центре внимания как официальных лиц в Израиле, так и общественности. Поскольку это рядом, поскольку это напрямую связано с интересами безопасности государства Израиль, израильское руководство подчеркивает, что не является участником вооруженных действий военного конфликта на территории Сирии, но, разумеется, глубоко озабочено возможными последствиями для своей страны. В этом смысле для того, чтобы обеспечить правильное восприятие наших действий в Сирии, действий наших военных, действий наших дипломатов, направленных первыми на стабилизацию обстановки в Сирийской Арабской Республике, полное уничтожение террористических группировок, сопровождается, между прочим, деятельность наших военных и дипломатий в поле с угрозой для их жизни. Наши военные переговариваются с так называемыми умеренными оппозиционерами в целью побудить их к прекращению огня, к замерению, к сдаче оружия. Эти усилия, разумеется, сопровождаются, как мы говорим, политико-дипломатическое сопровождение, имеется этим усилием наших военных. В основном это делается в Сирии, в основном это делается путем организации мирных переговоров в Сочи и Астане, в поддержку соответствующим усилиям ООН. Что касается Израиля, недавно там была межведомственная делегация с участием Министерства обороны, представителей Министерства обороны и Министерства иностранных дел на высоком уровне, возглаве с спецпредставителем президента по сирийскому регулированию Александром Львовичем Лаврентьевым. Провели консультации со всеми заинтересованными ведомствами, где откровенно рассказали о наших задачах по тому, чтобы прилегающие на территории Сирийской Арабской Республики, прилегающие к территории государства Израиль, установить мир и стабилизировать ситуацию. Были достигнуты понимания о том, как это будет выглядеть после полного изгнания из этого региона бандформирований, террористических формирований, и было достигнуто определенное понимание с израильским руководством и руководством Российской Федерации, как это будет выглядеть для Израиля. Разные называют данные в прессе, что какие-то там формирования покинут эту территорию, на сколько-то километров там известные формирования отойдут от границы. Ну, это примерно соответствует действительности, есть конкретные договоренности, как это будет выглядеть в будущем. И, по-моему, к обоюдному удовлетворению такие переговоры были проведены и будут выполняться. Спасибо вам огромное. Благодарю вас за интервью. И желаю вам удачи, чтобы все вот эти спорные ситуации были все-таки когда-нибудь хотя бы разрешены. Спасибо. Спасибо большое.